Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Начинаю свое видео с планированием. И сажусь за стол, хотела так красиво достать ручки, но вот обычные мамские будни, понимаете? Вот села заполнить ежедневник, сделать новый разворот на сентябрь, открываю ящик стола, а у меня там грязные совушкины носки. Ну вот как так может быть? Это вечером вчера, он у нас тут раздевался, почему-то привык опять за лето с нами засыпать. И я ему говорю, давай снимай носки, неси в стирку. Он их снял, и тут вроде бы что-то помешкался-помешкался, в итоге положил, представляете, мне в ящик. Ну ведь молодец же какой, я не могу. Ну ладно, уж как получается, так и есть. В общем, везде сюрпризы. И несмотря на то, что август еще только начался, мне нужно сегодня сделать разлиновку на сентябрь, потому что, ну, уже есть такие моменты, которые нужно именно на сентябрь планировать. Так что без этого я никуда. Мне тут как-то писали, что вы там пишете в своем ежедневнике, каждый день там список задач, о чем, типа, позавтракать, там, сходить в душ, еще что-то. Честно, я прям завидую немножко, потому что понимаю, что человек пишет это, ну, исходя из своего опыта, значит, настолько размеренная жизнь. Правда, у меня, не знаю, к счастью или к сожалению, чуть более разнообразная, что ли, или насыщенная, так скажем, жизнь каждый день. Наверное, все-таки к моему счастью, потому что, ну, мне это нравится. Я действительно получаю от этого удовольствие, хотя не всегда может быть что-то просто. И вот ежедневник мне для этого и нужен. Ну, правда, бывают такие дни, когда я просыпаюсь, например, в 3-4 ночи, а в голове мысли просто вот так вот одна другую перебирают. Где ответить, кому написать, что снять. Вопросы детей тоже никуда не деваются. И они разные, понимаете, и дети разного возраста, у каждого свои заботы. Ну, и заботы по дому тоже не на кого переложить, так что вот все в голове, в голове. И чтобы в голове вот это все не давило, я часть каких-то моментов, основных задач оформляю все в письменном виде. Мне так понятнее, может быть, у меня склад ума такой или склад характера, не знаю. Но когда я все это выплескиваю на бумагу, в какую-то табличку, мне так живется проще. Все на глазах, и я знаю, что, зачем и почему. Так как-то легче дальше структурировать свои дела и действия. Смотрела вот недавно один канал, не буду называть название. Анечка, вот вернулись из Таиланда, я думаю, кто смотрит, и так поймут. Вот, и с семьей они вернулись домой, и говорит она, что уходит в отпуск, не будет больше какой-то период времени публиковать ролики на YouTube, что это много времени и сил занимает. И я прям посмотрела, и вот тоже с какой-то завистью, думаю, так, вот есть чему поучиться. В общем, даже призадумалась немножко, когда начертила сентябрьскую табличку. Такая она пустая, пока у меня не заполнена. Думаю, может быть, оставить ее такой и действительно сделать себе тоже отдых. А еще начала проходить, ну, что-то типа марафона. Ну, такой он на год, в общем, марафон. Тоже не буду говорить у кого. Не раз уже говорила эти фамилии у известного психолога. Она тоже ушла на год в отпуск, представляете? Ну, человек там, конечно, совсем другая жизнь, то есть, ну, может себе позволить. И она к этому готовилась, к этому отпуску, и сделала вот такой вот проект. Интересное задание. Если будет что-то такое прям классное, вау, может, буду делиться. Потому что каждый день там по два небольших задания пока делаем. Ну, мне нравится. Они абсолютно на разные сферы жизни направлены. Там все будет постепенно. Мне вообще нравится ее подход, подача. И нравится, что не очень напряжно это в плане времени. То есть, я не люблю какие-то, знаете, такие мероприятия, на которые требуется прям много времени. Начинаешь вроде бы воодушевленно, а потом ни сил, ни желания не хватает. Где-то перегораешь и забрасываешь. И вот, к слову, вы меня часто спрашиваете, Таня, как ты все успеваешь? Я успеваю вообще далеко не все. Я выбираю важное, нужное. Вот здесь, наверное, вопрос приоритетов. Да, иногда и это не успеваю. За что корю себя, но тоже стараюсь как-то сильно не ругать. Да, ну, как есть. То есть, мы не всемогущие. Перфекционизм, мы в сторону. А срочно оно, конечно, все равно само подтягивается. И из этого, собственно, и строится наша жизнь. Так что, мне кажется, всегда и всем есть чему учиться, как-то улучшать свою жизнь. Я всегда за новые знания, за новый опыт. Это всегда интересно. Ну, и так в конце уж покажу свои ежемесячные развороты, к слову. Ну, как они у меня выглядели вот за этот хотя бы год. Честно, вот сказала сейчас про такой своеобразный отдых и отпуск. Знаете, и призадумалась. Потому что часто такое бывает. Чего-то захочешь, да, не конкретного. А так в голове какая-то мысль мелькнет. А потом так и получается. Но в силу каких-то разных обстоятельств. И не всегда, например, хороших, приятных или правильных там для жизни, для себя. Так что, отправляю новый посыл. Пусть все будет так, как есть. А мы все взрослые люди. Можем сами принимать решения, делать выбор и как-то влиять на нашу жизнь. Так что, пусть обязательно остается все так, как есть. А отдыхать нужно просто учиться и позволять себе это делать. Ну, а я с утра загрузила стирку. Машинка у меня уже отработала. Достану сейчас белье. И решила освежить текстиль в спальне. Нужно постирать покрывало. Есть какие-то пятнышки. Ну, и заодно декоративные наволочки тоже сняла. Такая вроде задача. Но иногда, когда видишь некоторые недочеты, немножко неприятно становится. Так что освежу, верну все на место. И сразу это делает спальню чище. Как-то свежее и находиться там даже приятнее становится. Ну, и прервусь на тренировку. Все, кто думает, что сейчас будет реклама платформы, на которой я занимаюсь, вы ошибаетесь. Раз уж начала видео сегодня с каких-то вот планов и целей, то решила и тренировку свою показать. В связи с болями в спине у меня танцы отменились. Не знаю, на какой срок, период, ну, до осени так точно. Посмотрим, как буду дальше себя чувствовать. А пока вся моя физическая активность сводится только к утренней зарядке. Я люблю очень делать зарядку прямо в пижаме. А то мне как-то тут писали, что это вы тут в пижаме тренируетесь. Это вообще, это прям самый кайф. Когда утром встал, вот, растянулся, взбодрил свое тело, напитал энергией каждую клеточку, сходил в душ, и все. Ты полон сил, энергии и позитивного настроения на весь день. Ну, а сегодня у меня не зарядка, а тренировка. Я делаю тренировку на спину, потому что обязательно это надо делать. Здесь речь уже не про, ну, что это там, я не знаю, мода, красота, эстетика какая-то. Фокус определенно направлен на здоровье в первую очередь. И вот каких я врачей бы не посещала в последнее время, все мне обязательно говорят, обязательно делать зарядку. Вот специальные упражнения для спины, растяжку. Мышцы спины обязательно должны быть сильными, обязательно должны работать. Все, кстати, мне рекомендуют бассейн. Я обязательно вернусь, наверное, с осени начну, когда у мальчишек начнутся школы, садики. Ярик у нас тоже ходит в бассейн, думаю, будем с ним вместе ходить. Он на тренировки с тренером, групповые занятия, а я, наверное, просто на свободное плавание. Ну, а пока вся моя активность сводится именно к домашним тренировкам. И вот в этом плане, знаете, как обычно и бывает, ой, а мне некогда, ой, а сейчас другие дела, а здесь что-то поважнее, ой, а здесь я устала. Много-много разных дел. И вот здесь, правда, я считаю, что нужно тоже планировать. Планировать можно и спорт, и зарядки, и уход за собой, и какие-то процедуры косметические. Ну, потому что, если не запланировал, честно, то получается, что и не сделал. Ну, и как я вам говорила уже, что со своей спиной мне приходилось обращаться к врачам и проходить обследование. Ну, вообще, работа со специалистами, на самом деле, это все сейчас в процессе. И я планирую осенью продолжить тоже некоторое лечение. Чтобы не потерять все результаты обследований, и они, чтобы всегда были под рукой, я использую приложение Мед. 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 Это электронная медицинская карта, которая работает не только в России, но и за рубежом. Необходим там только доступ в интернет. Можно просто показать врачу информацию в этом приложении или дать врачу доступ к своей мед. Карте в приложении, и он будет в курсе всей вашей истории болезней. Это очень удобно, когда вы находитесь вне дома или обратиться к врачу приходится, например, экстренно. В приложении Мед. Может храниться полная история болезни человека, заключение врачей, результаты анализов, в общем, все то, что обычно хранится в мед. Карте в регистратуре вашей поликлиники. Еще один плюс сервиса Мед. В том, что можно завести семейный профиль. Родители могут добавить электронные мед. Книжки своих детей в свой аккаунт. Мед. Предлагает своим пользователям телемедицинский сервис, в котором позволяет общаться с врачом в удаленном формате. Более подробно ознакомиться с сервисом Мед. И скачать его можно по ссылке в описании к этому видео. Пользуйтесь и будьте здоровы! Ну, а мне сегодня нужно было еще прибраться у совушки в комнате. Бабушка с дедушкой перед обедом заехали, его забрали. Он у них будет ночевать. А на следующий день мы собираемся в деревню. И поэтому поедем, ну, его с собой возьмем и его заберем. Вот. И я ходила, смотрела, думала так детально зайти в его комнату. В планах было перебрать игрушки, потому что из некоторых он уже давненько вырос. Но сегодня я поняла, что не буду этого делать. Времени на это нет. Плюс мы сейчас уедем в деревню выходные. А когда вернемся, останется несколько денечков. Нам надо собираться к отъезду будет. И на самом деле, ну, вообще не до игрушек, не до этого будет. Поэтому решила привести пока в порядок. Просто общий вид такой, игрушки разложить на место. И сразу тут заправила кровать. Увидела, что покрывало грязное. Так что унесла стирать. Не только на нашей кровати постираю. В этот день покрывало. В общем, здесь тоже немножечко освежу. И у совушки в комнате я здесь, конечно, давно не прибиралась. И не то, чтобы тут такой сильный бардак. Все разбросано. Но какая-то мелочевка, куда-то далеко закатившаяся. Что-то такое мелкое, валяющееся. То есть дети все равно приходят. Сава и сам хорошо играет с игрушками. То есть достает нормально все. И с Макаркой еще племянник у меня бывает приходит. Вот они, кстати, по возрасту так хорошо как-то. Ну, он постарше немножко. И Саве с ним очень интересно. И Степа молодец такой у нас. Он племянник мой. Он с ним так разговаривает. Все пытается ему объяснять. В общем, хорошо они как-то вместе играют. Находят общий язык. Поэтому потом, ну, как могут, так и прибирают. Вот накануне сидели. Я слышу, Степан такой говорит. Так, Сава, давай уберем вот эти игрушки на места. Там какие-то деревянные достали. Они развивашки. Он говорит, зато, ну, там что-то Сава возразил. Типа не будем. А Степа говорит, зато мама у тебя потом так обрадуется. Я говорю, Степа, ты вообще молодец. Я говорю, тебя заодно это, что ты тут ему предлагаешь. Только прямо хвалю. Умнички. Ну, в общем, как могли, прибрали. Но, конечно, вот всякая мелочевка, рисунки, карандаши, что-то везде валяется. На подоконнике вытру пыли. Окна открыты. Лето, жарко. Ну, на самом деле, не так у нас жарко. Какая-то переменчивая погода. Но все равно, даже если дождик, то все равно окна открываем, чтобы был свежий воздух, чтобы было комфортно в помещении. И много грязи было, какой-то пыли на подоконнике. Так что буду все вытирать. Ну, и на столе там остались пятна от красок. Дети рисуют. На полу тоже. В общем, я начала так, вроде, быстренько-быстренько. Думаю, разберу все игрушки просто на свои места, кровать заправлю. Но в итоге, ну, потом вот уже взяла пылесос. Оботру пыли немножко. И думала, не буду пол мыть. Но посмотрела, что там тоже от карандашей, от красок какие-то следы такие. Захотелось, конечно, привести в порядок. Знаете, с той мыслью, с надеждой, что вот сейчас осталось немного времени до нашего отъезда. Думаю, ну, дети не успеют сильно, наверное, обратно, ну, как-то уделать, ужатать эту комнату. Вот. Есть надежда, что мы уедем, да, совушки дома не будет. И потом вернемся, и комната, в принципе, будет в более-менее таком состоянии. Ну, понятно, еженедельная уборка, там, пол, пыли, еще что-то никто не отменял. Но такие основные моменты, по крайней мере, что я сейчас ототру, отмою, этого уже не будет. И заметила уже, что в последние денечки вот сейчас у меня включился такой режим, что, знаете, хочется максимально все везде успеть, по всем аспектам. Так как на будущей неделе потом нам предстоит поездка, то нужно и вот дома привести более-менее в порядок. Знаете, я все с той целью, чтобы потом было приятно туда возвращаться, да, не было никакого шока, там, усталости и нежелания. Да, опять-таки, в первую очередь о себе, думаю. И, конечно же, на дворе август, да, то есть и подготовка к школе. Но я думаю, август у многих это время отпусков. Делитесь тоже, были в отпуске в этом году или нет, или еще как раз только предстоит. И поэтому прям как заведенный моторчик такой, знаете, так, это успеть, то сделать, то заказать, это забрать. Вот, все-все-все нужно более-менее успеть, чтобы до осени, да, сделать, а уехать отдыхать и голова, чтобы особо ни о чем не болело. А вот совсем недавно на днях нам на распаковку пришли два новых планшета от компании Dodge. Одна модель T20S, а другая T10S. Оба они пришли в черном цвете, по характеристикам плюс-минус примерно одинаковые. Но T20S модель чуть поновее и характеристики у этого планшета немножко повыше. Оба планшета на 128 гигабайт, это достаточно много для различного использования, то есть и для детей, и для разных развивашек, и для подростковых игр, и для взрослых, чтобы хранить достаточное количество информации. У планшета T10S 11 гигабайт оперативной памяти, а у T20S 15 гигабайт. Весят оба планшета почти по полкилограмма, что достаточно немного. Формат экрана 2К, как раз то, что нужно для просмотра роликов, компьютерных игр или работы в каких-то мобильных приложениях. Емкость аккумулятора у планшета T20S чуть выше, чем у T10S. Зарядку держит очень долго, хватает примерно на 4-5 часов непрерывной работы. Оба планшета подключаются к Wi-Fi и Bluetooth. У фронтальной камеры 5 Мп, а у камеры заднего вида 13 Мп. Также есть задняя вспышка. Также нам пришел стилус, который подключается к обоим планшетам. Он беспроводной, его нужно заряжать. Пользоваться им гораздо удобнее, чем просто пальцем. Ну, по крайней мере, лично мне удобнее. Впереди новый учебный год. Такие устройства, мне кажется, будут удобны не только взрослым, но и детям, как для работы, так и для учебы. Ссылки я оставила в описании к этому видео. Если заинтересовало, то обязательно заглядывайте. А сейчас предлагаю приготовить быстрый, но вкусный очень пирог с сезонными ягодами, но подойдут и фрукты любые. Вообще, ну и зимой можно готовить из заморозки каких-то заготовок. Очень простое тесто. Нам понадобится сливочное масло. У меня здесь было немножечко подмороженное, но лучше прям дождаться, чтобы было комнатной температуры. Нужно его смешать с сахаром. Дальше добавлять яйца по одному желательно и как следует после каждого яйца все перемешивать. Потом идет молоко и в конце уже мука и разрыхлитель. Просто я все миксером перемешиваю, взбиваю и тесто готово. Точное количество прямо на видео вам прикреплю. Так что кому удобно, делайте скрины, фотографии и обязательно готовьте. Дальше буду выпекать в форме. Этот пирог я хочу с собой взять в деревню. И решила, что застелю пергаментом просто, чтобы не смазывать, никуда потом не перекладывать. Прямо на бумаге достану, так и повезу. В общем, застелила форму и вываливаю туда, выливаю тесто. Ну, такое оно и не жидкое, и не густое, и немножечко гуще, мне кажется, чем на шарлотку получается. Ну, а дальше сверху добавляю любые ягоды. У меня здесь голубика. Просто так сверху засыпаю, ничего никуда не углубляю, потому что тесто поднимется и они окажутся как бы все равно внутри. Вообще, перед выходными стараюсь особо ничего не готовить, чтобы все подъесть перед тем, как уехать. Ну, а здесь вот решила испечь пирог и взять с собой. Отправляю в духовку, пеку в основном на 180 градусах все. Выбираю режим верх-низ плюс конвекция. Ну, по внешнему виду видно, когда пирог готов, но можно проверить, конечно, шпажкой или спичкой. Я присыплю сверху сахарной пудрой и разрезать уж не буду, целиком увезу с собой. Ну, и еще одно дело у меня на сегодня было запланировано, это привести санузел на первом этаже в порядок. Я, честно скажу, редко сюда захожу для такой хорошей детальной уборки, но сегодня решила более-менее все прибрать и начала как раз с дверей. Белые двери и прямо видно, особенно когда присядешь и присмотришься, ну и капли, и грязь, и пыль. Ну, пыли я стараюсь пылесосом убирать, а потом просто тряпочкой вытирать. Ну, а грязь уж чем-то влажным. Здесь взяла меламиновую губку, она отлично со всеми загрязнениями на такой поверхности справляется. В унитаз залила средства, оставила специально, чтобы поработало, поэтому пока дверь мою, выключатель еще протру, он тоже почему-то у нас здесь пачкается. Ну, не почему-то, а потому что, потому что санузел у нас находится на первом этаже. Вообще им больше всего пользуется Ярослав, то есть он здесь и умывается у него в шкафчике, там все свои предметы личной гигиены стоят, комната рядышком. Но так как тут у нас и вход, да, с улицы, мы можем, например, прийти и руки помыть, что-то грязное. Тут вход и в подвал, муж, например, там что-то делает, работает, пилит, тоже поднимается. И тоже потом в раковине, здесь на первом этаже в туалете руки моют. Поэтому, ну, здесь все время так как-то, не знаю, не очень прибрано. И я все время сюда захожу с целью даже не просто помыть, да, а больше, наверное, продезинфицировать. Потому что мы, бывает, и обувь здесь моем. Ну, вот так получилось, наверное, что это такой хозяйственный санузел больше. Ну, и нормально где-то он должен ведь быть. В общем, все помыла, насухо сейчас вытру и решила продолжить еще в коридоре. Вообще, уборка вот эта заняла буквально минут 15-20, но, знаете, это из того разряда, что лучше что-то, чем ничего. Даже вот такие маленькие усилия, они обязательно делают наш дом лучше, да, или если это не про уборку, а про что-то другое, в любом случае, это лучше, чем ничего. Я помню, как-то в запрещенной сети была подписана на одну девушку, и у нее прям целый челлендж был по поводу физической нагрузки. Она каждый день выкладывала, 30 приседаний она делала на протяжении, не помню там какого времени, и у нее хэштег такой был, 30 приседаний лучше, чем ничего. Действительно, хорошие были результаты. И просто иногда кажется, что, ну, зачем я буду за эту мелочевку браться, мне это ничего не принесет, ничего не даст. Но на самом деле, вот такими маленькими, но регулярными шажками большие результаты и достигаются. Ну, а я в коридоре здесь внимание уделила только межкомнатным дверям, в принципе, дело минутное. И сейчас протру зеркала на дверях шкафа-купе. Тоже просто тряпка для стекол и зеркал. Дети все равно какие-то отпечатки пальцев, ну, и мы тоже взрослые оставляем. Так что время от времени приходится это делать. И еще пропылесошу полозья внизу, туда тоже грязь, пыль, песок от обуви, время от времени забивается. Так что все сейчас приведу в порядок, и санузел, и коридор будет более-менее. И покажу, что мне пришло в этот раз с любимого Василька. Заказ в этот раз небольшой, но все очень нужно, и по качеству мне очень понравилось. Заказала для Савуши комплектик муслиновый, это в новинках я увидела. Обалденный, правда, комплект и стоит 700-800 рублей. Это вообще просто, не знаю, супер цена за такой костюмчик. Есть они в разных расцветках, но размеры прямо на малышей вроде бы до 104 сантиметров. То есть я Савуши взяла 98, немножечко ему великоват, но это 100% хлопок, ткань дышит. Я думаю, после стирки и после сушки в сушильной машине немножко подсядет, и будет ему в самый раз. Собираемся опять в отпуск, на море, в тепло, и обязательно возьму такой комплект с собой. Очень нравится мне, у нас есть подобные с шортиками. Предыдущий отпуск Сава из него практически не вылезал. Я думаю, этот тоже ему очень придется по душе. Еще заказала подушку из серии Майо Хоума. Я из этой серии уже заказывала, но там у меня была голубая коробка, а кто-то из мальчишек спит. И решила вот обновить, выбрала в черную. Я не знаю, если честно, принципиальные их отличия, но мне показалось визуально, что в черной коробке подушка более высокая, более плотная. Вообще они хорошо набиты, форму держат тоже хорошо. Не сваливаются со временем, не комкуются. Понравилась мне здесь верхняя ткань, очень плотная, гладкая. Очень хорошо, что однотонная белая. Ну и еще я заказала две простыни на резинке. Помните, в предыдущий раз заказывала все в подарок для наших друзей, у которых останавливаемся в деревне. И в общем нужно было к тем комплектам простыни на резинке заказать. Вот за что я люблю, любимый Василек, что можно в любой момент вернуться, найти нужную расцветку. Даже если нет такой позиции отдельной на сайте, то можно положить целый комплект в корзину, а в комментариях написать, что вам нужно. Какую-то отдельную позицию или целый комплект. И сошьют по индивидуальным размерам. Все размеры тоже я указываю обычно в комментариях. Правда, это очень удобно. Я не знаю, где сейчас такое еще может быть. По-моему, только вот индивидуальный пошив на заказ. А здесь такой выбор расцветок тканей, плюс вот этот индивидуальный подход. Это правда вообще выше всяких похвал, честное слово. Я ссылки оставлю на сайт и на соцсети любимого Василька в описании. Кстати, часто меня спрашивают в последнее время про это покрывало. Я его тоже заказывала на сайте любимый Василек. Ткань Бязь, оно вообще простое, недорогое, но смотрится очень хорошо. И в уходе мне нравится, стирается легко. Ну и вид свой не теряет. Ну и еще у меня было одно дело на сегодня, обязательное. Это глажка. Накопила я целую сумку практически. И вы знаете, вот так вот оптом в следующий раз гладить, наверное, буду только перед первым сентября. За сколько там, за день, за два собирать детей в школу. Я так надеюсь. Потому что все, вот сейчас поглажу. У меня тут накопилось то, что как раз буду в основном брать с собой в отпуск. И не буду пока убирать доску, потому что удобно вот так вот собирать вещи. Ну вот, может быть, разово что-то тут придется погладить, чтобы не мяты опять-таки с собой брать. Но в таких вот больших количествах уже гладить не планирую. Но доску оставляю. И пока буду переглаживать целую сумку вещей. Давайте, наверное, отвечу на некоторые вопросы, которые последние видео просто уже, не знаю, многих, я смотрю, волнуют. Вот, правда, ну, дальше терпеть уже некуда, наверное. Не то, что терпеть, но, наверное, стоит высказаться по поводу своей прически, честно. Я, правда, я, ну, я сразу сказала, что да, наверное, кому-то понравится, кому-то не понравится. Все это понятно, у всех вкусы разные. Но я смотрю, просто уже не только меня, как бы, вот эти комментарии стали напрягать. Из видео в видео одни и те же люди пишут одно и то же. Причем влог там идет 40 минут на самые разные темы. Но, понимаете, человек заходит и пишет три комментария, и все на одну и ту же тему, только разными словами. И я вижу, девушки тоже пишут, что, пожалуйста, уже угомонитесь, ну, сколько можно. Ну, правда, ну, действительно, это уже, по-моему, переходит все границы, честно. Я думала, ну, выскажутся, ну, наверное, все хорошо, полегчает. Но нет, из раза в раз, из раза в раз. Я вынуждена, наверное, скоро слово стрижка или прическа поставить в блог. Знаете, на ютубе есть такая функция. У меня там есть пару слов, которые, ну, уходят на модерацию. Когда пишете комментарий, например, с использованием этого слова, вы думаете, что комментарий опубликован, а на самом деле его никто не видит. Вот, пожалуй, наверное, если продолжится в том же духе, то и эти слова туда же добавлю. Ну, и топ вопросов, это, конечно же, зачем подстриглась? Зачем, зачем? Честно, я просто устала. Я не поняла пока, от чего именно я устала. Либо просто от длины волос, либо конкретно от кудрей. Ну, правда, мне надоело. Мне надоело, что я очень много времени уделяю уходу за ними. Плюс я понимаю, что они мне не дают какой-то там уверенности. Я, если бы ходила каждый день там с ног с шибательными прическами, да, это был бы один момент. Но я постоянно, они у меня постоянно в гульке, в хвосте или еще в чем-то. Даже если я иду на какое-то мероприятие, и я волосы распускаю, то я не чувствую, понимаете, того, что бы мне хотелось, например, ну, ощущать, да, глядя на себя в зеркало. Нет, есть какое-то неудобство, некий дискомфорт. И мое решение подстричься, оно абсолютно взвешенное. Я не спонтанно вот так вот проснулась, думаю, пойду-ка я сменю кардинально свой имидж. Я вот после отпуска попробовала каре, да, поняла, что это тоже не мое. Но, понимаете, у меня волосы густые. Это тоже мешает. Вы видели, наверное, уже в видео там и в деревне. Я все равно, я их начала закалывать. Ну, это не то, что я хотела. Я понимала, как бы, что это... Ну, я понимала, что я хочу, и когда в итоге получилось, я поняла, что это не то, что мне нужно. И поэтому пошла и подстриглась так. Про какую-то мне пишут, что там часто, вот, у вас прям стрижка, как у мальчика. Вот вам бы модельную стрижку на вьющиеся волосы. Я не к какому-то первому попавшемуся парикмахеру пошла, честно, который там на мужских стрижках специализируется. Девушка конкретно подошла очень грамотно к моим волосам, как бы индивидуальный подход. Она мне сразу сказала, Таня говорит, у тебя такие волосы, их много, они густые. Ты понимаешь, если у тебя будет длиннее, у тебя будет просто шапка на голове стоять. И вот я даже сейчас, например, уже около двух недель прошло, я тоже это ощущаю, волосы начали немножко отрастать. И первое время мне было с ними комфортнее, когда они были чуть-чуть покороче. Забегая вперед, скажу, что я на конец августа уже записалась снова, ну, чтобы немножечко, да, как-то все равно теперь ведь нужно это поддерживать. Пойду, и я не планирую сейчас отращивать волосы. Да, может быть, где-то там макушку или еще что-то, какие-то тут единичные локоны, случаи, может, будут длиннее. Но в целом уходить опять в длину и отращивать косу вообще в планах у меня нет. Я не знаю, что будет дальше, может быть, что-то все равно будет меняться. Я даже думала насчет выпрямления, потому что волосы становятся седые все больше и больше. И у седых волос меняется немножко структура самого волоса. Они уже не так вьются, не так держат завиток. И, не знаю, получается вроде как ни то, ни сё. В общем, я не поняла, от чего я устала. Именно от кудрей, да, потому что они все равно придают какую-то вот эту небрежность. Кому-то нравится. Я понимаю, что многие смотрят и говорят, да, ой, кудри, ты же так прекрасно проснулся утром и уже прическа. Но вот только человек, который, наверное, сам сталкивается с этим, понимает, о чем я говорю, да, вот так вот немножко утрирую это все. Это такой уход, это такой колоссальный труд, это столько времени и сил. Ну, а для чего? Чтобы они просто были, чтобы они были в пучке или чтобы они мешали? Ну, я не знаю, я не вижу в этом большого смысла. А следующий топ вопросов это как отреагировал муж и родные. Вот давайте сразу скажу, что муж отреагировал гораздо спокойнее, чем большинство моих зрителей. Вот правда. Ну, а как он мог отреагировать? Я не знаю. Ну, тоже сначала не привык. Так я тоже сначала не привыкла. Это нормально. Все новое, оно кажется чем-то странным. Потом человек все принимает и ко всему привыкает. Как девушка одна написала, если бы, говорит, я так подстриглась, со мной бы муж развелся. Вот честно, ну, наверное, если так, то действительно лучше бы, наверное, развестись. Я считаю, что мне с супругом повезло больше и меня есть за что еще любить, помимо там длинных волос или кудрявых волос. Ну, однозначно. И спрашивают, а что говорят родные, неужели всем нравится? Честно, вот в нашей семье нет такой цели, чтобы все друг другу нравились. Я уж не говорю про моих зрителей, да, про вас, про подписчиков. Тоже пишут, вот мне не нравится. Ну, дорогие мои, главное, чтобы мне нравилось, чтобы мне было комфортно. В семье тоже, ну, кто-то там, не знаю, кто-то толстый, кто-то худой, кто-то с длинными волосами, кто-то с короткими. У кого-то одни взгляды на жизнь, у кого-то другие. И на аспекты разные в жизни. Мне тоже может что-то не нравиться. Но вы понимаете, мы семья, и это взаимоуважение какое-то. Здесь нет такого, что, блин, ты такая, там, чего. Да, кто-то может, там, брат может надо мной где-то подшутить. Но он мой брат, и я его принимаю тоже таким, какой он есть. А чтобы мы вот сидели там и обсуждали, там, вот на семейном совете. Я прям не могу это представить. Вот, Таня, не нравится, давай, все, мы приняли решение, отращивай ты волосы. То же самое спрашивали, когда мы совухе комнату красили в коричневый цвет. Тоже много было очень негативных комментариев. И кто-то сказал, а что родные говорят. Честно, вот это вообще не повод для обсуждения, правда. Ну, потому что у моих родных тоже свой вкус, свои взгляды на жизнь. И их ремонты мне тоже могут не нравиться. Они не для меня это делают. И я стригусь тоже не для них. Мне сейчас с такой длиной комфортно. Уход занимает минимум времени. У меня не болит голова ни от заколок, ни от резинок, ни от чего, правда. Я ложусь спать и просто ложусь спать, а не сижу и массирую голову после того, как у меня все волосы были целый день стянуты. В общем, честно, мне сейчас удобно. И я смотрю на себя в зеркало, и мне нравится, вы понимаете. Внутреннее ощущение, оно гораздо важнее, чем вот внешняя картинка. Как-то вот мне тоже написали, словосочетание такое. В кадре совсем не смотрится. Простите, мне не очень важно, честно, как это смотрится в кадре. Я снимаю свою жизнь, да, я снимаю свой дом. Но в первую очередь это мой дом, это не съемочная там какая-то площадка. Это не кино, это моя жизнь, мой дом, и я в нем живу. Я здесь ощущаю. И это гораздо больше, чем 30 минут ролика на ютубе. Поэтому для меня свои внутренние ощущения, они гораздо важнее. Я, правда, я не хочу никому ничего доказывать. Вы мне тут пишите, ну там что, не женственно, это ладно. Но вот кто отрицательно реагирует, они почему-то прям очень эмоционально говорят, да что вы мне доказываете, где тут какая женственность, какое там озорство, еще что-то, стиль. Да никто ничего никому не доказывает, правда. Вот мне, вот слава богу, я уже в таком возрасте, каком-то, не знаю, статусе, может быть, зрелости ума нахожусь, что мне не нужно ничего никому доказывать. Это мое взвешенное решение. И на этом все обсуждению это не подлежит. И давайте немножко не путать конструктивную критику и переход на личности. Я все прекрасно понимаю, да, мнения могут быть разные, и я уважаю эти мнения. Но иногда люди пишут такую дичь, что после прочтения, знаете, остается только челюсть с пола подобрать и все. И поймите, что это не я читаю только, да, это другие тоже зрители смотрят, но они приходят сюда не за этим. В общем, давайте за какое-то взаимоуважение, да, за принятие чужих решений. Мнения могут быть разные, и вкусы у всех тоже разные. Я желаю всем хорошего настроения. На дворе август. Давайте лучше ловить денечки вот эти уходящего лета и радоваться этой жизни. Прислушиваться к себе, к своим желаниям и быть в гармонии с самим собой. Увидимся с вами в новых роликах. Мое видео на этом подходит к концу. Всем до встречи и пока-пока!